Какой бы ни была красивая стратегия, главным все равно остаются результаты. Уинстон Черчилль. Здравствуйте, уважаемые друзья. Тема защиты гражданских прав давно и прочно обосновалась в истории человеческой, как правовой теории, так и в практике правоприменения. Ее востребованность и остроту не изменили даже столетия. А проблема появилась еще в до государственного периода Древнего Рима, где в случае нарушения права отдельных лиц применялись сначала обычаи. Самым тяжким наказанием в те времена было изгнание из рода. Эта кара затем сменилась с самоуправством, не путаясь с современным термином уголовного права. Тогда же самоуправство представляло поединок, в котором лицо защищало свои права физически. Таким образом, этот силовой способ защиты частных прав имел место еще в самое древнее время. В более поздний период самоуправство потеснило, хоть и не до конца, в общем-то государственная, то есть судебная вещь защиты прав. Прошли века, а внутреннее содержание этой правовой процедуры не изменилось. Так, в Конституции Российской Федерации гарантирована судебная защита прав всем гражданам. Своебразные рецессии римского права, на мой взгляд, есть и появление в Гражданском кодексе России такой формы, как самозащита прав. Ну а тема очередного выпуска нашей программы посвящена необходимой тактике построения защиты, а поводом для этих размышлений представили некоторые обращения в нашу редакцию в последнее время. Первая сюжетная линия связана с ситуацией, которую описала наша заявительница Галина Крайтер. Она в своей нехитрой истории обратила внимание на нюансы, характерные именно для нашего города и конкретной виде рекомендации. Во-первых, нельзя оставлять без внимания объект вашего права, в каком бы состоянии он ни пребывал, ни находился. А во-вторых, защита собственного права требует не только, как выражались, или как выражаются юристы волевого компонента, правообладателя, но просто ежедневной борьбы. Судите сами. А дом номер 7 по улице Паршина был признан ветхим еще в советское время, вернее, не он один. В решение исполкома от 1 сентября 1981 года попали дома с 7 по 23, то есть целая улица. Жильцы ветхих двухэтажных лачуг стали терпеливо дожидаться счастливого мегапереселения, который, правда, затянулся на десятилетия, и не одно. При этом некоторые из них ослабили контроль за состоянием своих квартир. Жительница одной из них ненадолго покинула свое жилище, что называется, по семейным обстоятельствам. Лучше бы не покидала. С 2010 года я временно уехала, у меня мама болела, она в России проживала, в материковой части. Дедушка умер, это отец моего бывшего мужа, и сюда вселилась семья Прудниковых, это дочь бывшего депутата. Когда я вернулась, мы попросили их по-хорошему переселиться, потому что мне жить было негде, у меня как бы ребенок-то был не очень взрослый. На что мне сама Нина Дмитриевна тут орала, кричала, что жить будет здесь моя Маша, она здесь хозяйка. Убедившись в бесполезности внесудебного способа урегулирования спора, Галина Федоровна пошла по инстанциям. Суды длились два года. Было три суда, сначала мы просто выселение, выселение ничего не давало, потом мы последний суд 2013 года, выселение, вселение. Мы все суды выигрывали, единственная проблема была всегда с исполнительными действиями, потому что включался админресурс депутата городского совета, и поэтому и исполнители, и прокуратура, и полиция спускала все это на тормозах. То есть они жили здесь до 2014 года. Однако, как говорит народе, сколько бы веревочки не видится. В феврале 2014 года справедливость таки восторжествовала, и Галину Федоровну вселили в ее же жилище. Но как? Когда мы туда зашли, мы просто были в шоке. Такого мы не видели никогда. Вырваны были розетки, проводка, трубы все. Ну, то есть практически ничего, все полы были побиты, стены побиты. То есть это делалось умышленно, и об этом есть показания соседей. Они говорят, мы всю ночь обращались, что вы там делаете, вы завтра это увидите. И выложили ролик в интернете. Несмотря на то, что факты неумолимо свидетельствовали о совершении правонарушения, которое можно было классифицировать как уничтожение чужого имущества, и правоохранительные органы, и органы государственной власти спустили это дело, что называется, на тормозах. Я после этого обратилась в полицию, в прокуратуру. Ну, наверное, админресурс продолжал действовать. Мне было отказано на возмещение и в суде, так как это социальная квартира. Я обратилась в департамент городского хозяйства. В департамент городского хозяйства мне с 2014 года обещал каждые три месяца сделать ремонт, потому что полмиллиона на ремонт этой квартиры. Я делала судебную экспертизу, мне сказали, ну, приблизительно полмиллиона, чтобы все восстановить коммуникации. Они мне каждые полгода обещали, вот мы сделаем ремонт, сделаем ремонт. Это был 2014-2015-2016 год. Ситуация начала разрешаться только в 2016 году, когда дом номер 7 по улице Паршина был признан ветхим по российскому законодательству. Затем еще пару лет Галину Федоровну кормили обещаниями скорого переселения и, наконец, предложили жилье взамен ветхому. Буквально несколько дней назад поступило замечательное предложение, от которого я была вынуждена отказаться. Мне предложили вторичное жилье в Верхнесадовом. И очень удивлены, что я как-то возражаю, что я не обрадовалась, не побежала. На мои возражения, что, извините, я 40 лет живу в городе, у меня до центра 10 минут, у меня море из окон, вы куда меня хотите переселить? В село? Мне сказали, ну это же город. Лично я с этой ситуацией знаком давно, ибо правовую сторону события в квартире номер 7 мне довелось освещать в программе «Правовой канал» еще в начале 2014 года. Так что и нашу заявительницу я знаю не понаслышке. А вот некоторые чиновники не так ясно представляют и ментальность города, и общественно-политическую ситуацию, и правовую жизнь Севастополя. Поэтому, видимо, и предложили сменить городскую квартиру на сельскую никому-либо, а председателю Севастопольского комитета защиты гражданских прав. Ну, не повезло. Более того, реализуя госпрограмму по переселению горожан из Ветхого жилого фонда, необходимо было, как отчина, знать хотя бы требования кодифицированного закона. Тем более, что этот вопрос находится и под контролем главы государства, и правозащитных формирований, которые существуют на президентские гранты. Мы работаем уже не первый месяц, и, в частности, про дома на Паршино, нам известна эта ситуация, мы даже выезжали туда на место, общались с гражданами по их проблемам. Если мы на сегодняшний день говорим про людей по договору социального найма, это регламентируется 89-й статьей жилищного кодекса, порядок, который указывает, что предоставляемое жилое помещение должно быть равнозначное, благоустроенное и находиться в границах населенного пункта, в котором проживает человек. В исключительных случаях могут предоставить власти в виде предложения жилое помещение, которое находится в другом населенном пункте, но это исключительно только с согласия проживающего. Теперь существует такое понятие, как граница населенного пункта. В частности, это установлено 83-й статьей земельного кодекса, и в пункте 2-м данной статьи четко указано, что границы населенного пункта не могут пересекаться мансивальными образованиями. Собственно, если мы говорим о месте, где должно быть расположено жилое помещение, которое предоставляется взамен изымаемого, оно должно находиться в границах того места, откуда, собственно, человек, где человек и проживал. И, соответственно, в другом муниципальном образовании ему по закону не имеют права, поскольку как раз-таки в 89-й статье указано, что предоставляется благоустроенное жилое помещение в границах населенного пункта, в котором... В данном случае муниципального образования? Муниципального образования. Учитывая упорство Галины Крайтер в правозащитной деятельности, можно не сомневаться, она уж добьется реализации своего права. Так что на совершенно правомерные вопросы Галины Федоровны лучше отвечать предметно, и чем оперативнее, тем лучше, в том числе и для чиновников. Я многократно обращалась в департамент, опять же, капитального строительства, обращалась на имя губернатора, правда, он все время пересылает эти письма. Я задаю простой вопрос. Какие конкретно действия проводят по моей квартире в рамках переселения? Мне не интересует вся программа в рамках города, в рамках всех домов. Меня интересует конкретно по моей квартире. Ну а если нет, то Галина Крайтер не такой уж и редкий гость в севастопольских судах. И уже в судебном процессе отстаивает свои интересы. И если говорить и про собственников, если говорить и про те, у кого соцснаем, то доказывать свою правоту и требовать благоустроенное помещение в рамках закона и в рамках своих интересов. Следующее обращение в нашу редакцию Александра Чернырих представила из себя яркий пример того, как не следует поступать при отставении своего права на жилище. Ровно 10 лет назад Александр Николаевич получил на руки решение суда в свою пользу. А дальше вступила в силу уже ироническое правило украинского периода. Суд любой простакт выиграть может. Ты добейся исполнения его решения. Александр Николаевич не переутруждался и все эти годы добросовестно и терпеливо ждал, когда же государство исполнить решение одной из ветвей государственной же власти. Дождался до обращения в нашу редакцию. Еще в 2006 году сосед Александр Черных по улице Будичево господин Данильчук решил вдруг использовать четырехметровый разрыв между их домами и возвел каменную пристройку перивью на домовладельни Александра Николаевича. Я начал принимать меры, собирать документы, подавать заявления. Нахимовский райисполком не дал разрешения. Правительство города не дали. Архитектура Демидова-13 не дала разрешения. Оштрафовали его на 150 рублей или на 300, я не помню. Патент закона, говорит, не имеем права, все. Он продолжал строить. А потом я уже постепенно начал писать заявление, чтобы предотвратиться. И снова уже было, как говорится, поздно. Сосед использовал новое помещение для размещения в нем котельной и бани, что в конце концов привело к аварийному состоянию жилища Черных. После длительных хождений по инстанции в 2009 году по иску райгосадминистрации Нахимовский суд принял решение о сносе самовольной пристройки. Пока Александр Николаевич ждал сноса, дом его постепенно, но неуклонно приходил в негодность. И началась волокита, торможение. В 2015 году, значит, приставы якобы сносить будем, берите экскаватор. Я говорю, телевидение надо пригласить, значит, чтобы это... Ну и все заглохло. А там мы переходили в Российскую Федерацию и все это дело. А сейчас возобновили это дело и чувствуется торможение. Значит, приставы, тот, который составил, типа, от Нахимовского райисполкома акт о сносе притормозить, так как понесется, значит, разрушение ему и моему дому. А на самом деле 4 февраля 2015 года Нахимовский суд принял определение, в котором фактически поставил под вопрос решение того же суда от 2009 года. А именно, запретил снос стены и мотивировал это угрозой еще больших повреждений двух домов сразу. И это решение суда Александр Черных даже не попытался обжаловать. Предложили снести чуть далее по литеру А, где там раньше были сарайки, кусок стены литера. Так как если будем сносить его самострой, нанесется мне повреждение. А между тем дом продолжал разрушаться. Александр Николаевич предпринял некоторые хаотичные процессуальные шаги, к примеру, самостоятельно заказал экспертное исследование. Было два составленных акта, экспертизы, нанесение ущерба на миллион триста с чем-то рублей. Нанесенный ущерб с просадкой плентусов, разрушение стен и просадка крыши и фронтонов. А с этими исследованиями и исковым заявлением о возмещении материального ущерба Александр Черных последовало все в тот же Нахимовский районный суд. 28 ноября прошлого года в исковых притязаниях Александру Николаевичу было отказано. Значит, отказано было все. Все было отказано. Отказ в удовлетворении исковых требований был вызван в том числе и непредставлением стороной ССА документальных доказательств, причиненного оппонентом ущерба. Сейчас Александр Николаевич ждет заседание апелляционной инстанции, результат которой несложно предсказать. Безусловно, что в вопросах защиты прав, в том числе и права собственности, как воздух, необходима последовательность и напористость, если не сказать агрессивность. Нельзя ничего бросать на самотек, иначе будете иметь то, что имеете. И, конечно, во всяком случае и всегда надо отказываться от самодеятельности и полагаться исключительно на помощь профессиональных юристов. Хотя они не являются всесильными, особенно в обращении с общедалевой собственностью. И об этом наша следующая сюжетная линия. А многоквартирный жилой дом на улице Николая Музыки, 82 А, ничем не отличается от сотен подобных. Чуть ли не единственной особенностью его является наличие в подвальной части офисных помещений. Именно с владельцами этих нежилых блоков и сформировался конфликт нашей героини, а его предметом стало разночтение в использовании придомовой территории. Истоки конфликта датируются еще 2012 годом. В то время я уже купила квартиру здесь. Здесь был зеленый газон. Здесь росли алыча, айланд, пироканта. Был красивый газон, только не хватало моих рук, но я не успела. Потому что осенью вначале все спилили владельцы офиса, затем засыпали бетонкой, щебенкой и забетонировали. Ирина Ивановна пыталась как-то решить этот вопрос с авторами железобетонной новеллы. И поначалу ее вроде бы обнадежили. Но это были всего лишь отговорки. После 2015 года вот испортились отношения, и я начала уже обращаться в различные инстанции. И к участковому, и в прокуратуру, и главе города, в различные департаменты, службы. Ну, кругом были отписки, отписки. Ну, а вот во время осенних выборов я попала на прием к Журавлеву. Илья Григорьевич Хутов мне посоветовал решить эту проблему судом. Ну, и некоторые тоже организации говорили, что надо начинать именно с суда. Ирина Ивановна обратилась в Ленинский суд с иском об устранении препятствий в пользу необщим имуществом дома путем демонтажа бетонных плит. Хозяева офиса пошли в атаку, стали ходить по квартирам. Я знаю о том, что они ходили по квартирам. Стали запугивать жильцов о том, что дом рушится, фундамент, и что здесь очень большие проблемы именно вот там, где находится их офис. Ответчики по делу от встречи с автором этой программы отказались, а их представитель дал кое-какие разъяснения, но изложить свою правовую позицию в кадре категорически отказался. Имеет право. Сторонники бетонной одежки, придумывая территорию на улице Николая Музыки, поступили по закону и провели таки общее собрание собственников жилых и нежилых помещений, в ходе которого не только стояли существующую железобетонную отмостку вместо цветника, но еще и провели решение о круговом бетонировании. Впрочем, постановление сие было принято простым большинством участников этого форума. А это означает, в свою очередь, что дело Ирины Заматаевой отнюдь не погибло. И вот почему. Дело в том, что принятые решения по сути противоречат друг другу. Так в пункте 7-м общее собрание одобрило оселенение придомовой территории, примыкающей к первому подъезду дома. А в пункте 11 фактически решило закатать бетон, эту самую придомовую территорию. Более того, возникают вопросы о легитимности принятых решений, ибо по отдельным пунктам количество голосов должно быть представлено квалифицированным большинством, а решение закатать бетон на зелененную территорию еще и стопроцентным согласием всех собственников. Впрочем, все вышесказанное будет иметь смысл, значение только в том случае, если кто-то из собственников решит признать собрание недействительным. А прокинуть в суде решение собрания многоквартирного дома номер 82 не является единственной панацеей. Есть куда как более простые решения. Но что мешает Ирине Заматаеву вместе с товарищами или подругами провести еще одно собрание, на котором отменить по существу неугодные решения предыдущего, от 15 декабря? Все дело в желании. А у меня на сегодня вся информация. Всем самого доброго! Берегите себя и свои семьи! Честивее! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok